Первый день соревнований Прийти нужно пораньше Я стараюсь приехать за один час Если в это время уже идут разминки игроков первого запуска И если корты заняты другими игроками, которые решили устроить тренировку То нужно освободить их для игроков первого запуска Проверить состояние Проверить состояние покрытия, оборудование кортов Высоту стоек, сеток Расстановку стульев, судей, тренеров Материальное обеспечение ГСК Наличие компьютерного обеспечения, микрофонов, оперативной связи Стол и стулья для врача Наличие валанов Познакомиться со вслужащим персоналом Администратор, рабочие в зале Познакомиться с врачом Объяснить врачу порядок выхода на корт при вызове Убедиться в наличии у врача заморозки и бактерицидных пластыря Затем провести тестирование валанов Желательно с опытным игроком Желательно мужского пола Тестирование проводить с двух сторон корта За 30 минут до начала соревнований Зам главного суди проводит совещание с судьями Объявляет состав бригад судей на кортах За 10 минут до начала соревнований Необходимо освободить корты от игроков Судьям подготовить корты к проведению соревнований За 1 минуту объявить о начале соревнования И начать вызов игроков на корты В ходе турнира Судейство Это управление людьми Я уже говорил Что желательно Чтобы главный судья Имел организационные навыки Умел управлять и руководить людьми Он должен всегда оставаться спокойным И праведливым И быть готовым принять все необходимые решения Главный судья должен Установить Конструктивные, доброжелательные отношения Со своими замами, секретариатом И организаторами турнира Заботиться об общем Благополучии судей на вышке и подаче И на линиях Что касается Время отдыха Приема пищи Питьевого режима Всячески поощрять дружную Командную работу В бригаде судей на корте Обеспечить Соблюдение всеми судьями Кодекса поведения судей Главный судья Сам должен иметь Опрятный внешний вид Правильно одеваться Быть всегда спокойным И подавать пример Другим судьям Главный судья Должен быть доступным Для контакта с тренингами Представителями Средствами информации И телевидения Каждое утро Проводить брифинги Для судей С подведением Итогов предыдущего дня С замечанием И процедурным вопросом С замечанием По качеству судейства С изменением состава Бригад на кортов Контроль Качество игры Дисциплины игроков И качество судейства Главный судья Должен Обеспечить Порядок в зале Удаление посторонних Невынужденное Хождение По залу Скопление игроков Тренеров Обеспечить Своеверенность вызова На корты Не должно быть Свободных кортов Постоянно контролировать Судья Главный судья Должен постоянно Фиксировать Замечания По работе судей Корректировать Действия судей По ходу турнира По ходу игр Делая это Индивидуально Корректно В обстановке Конфиденциальности Контролировать Работу судей На линиях Перерывы Подсказывать им Отбирать Лучших Для судейства Полуфиналов И финалов По возможности Через старших Судей Соблюдать Нейтралитет Судей По отношению К игрокам Чтобы не судили Игроков Своего города Своей области Если Если так Попадает По очереди В бригаде То старший Судя Должен Это регулировать Даже если Для этого Кому-то придется Судить подряд А потом Давать ему Отдых Особое внимание Необходимо Обращать К недисциплинированным Агрессивным Игрокам Мы их Практически Всегда Всех знаем И на игры С их участием Ставить на вышку И подачу Наиболее Опытных Судей Обратить Внимание На любые Матчи Где есть Напряжение В отношении Между судьями И игроками И Не назначать Этих Судей На матчи С участием Этих Игроков Главный судья Должен Обеспечить Право Любого Игрока На 60 Минутный Перерыв Между матчами За исключением Юношеских Турниров Пара Бадминтонных Турниров Командных Турниров И квалификационных Раундов Других Турниров На них Игрок 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 На 30 Минутный Перерыв Между матчами Есть Возможность Можно Обеспечить И более Длительный Перерыв Главный судья Должен контролировать Соблюдение Игроками Требований К одежде По составу Цвету И рекламе И по надписям На футболке По их высоте По высоте Фамилии И страны И города Или клуба Также Контролировать Соблюдение Игроками Кодекса Поведения Игроков Контролировать Поведение Тренеров В части Их одежды Когда они Сидят на стульях У корта Во время матча Или тех Кто их Заменяет Соблюдение Тренерами Кодекса Поведения Тренеров Представителей Предупредить Тренеров Чтобы они Издвигали Стулья С места Контролировать И является Скорость Или Скорость Волана Выбранная До начала Игр Правильной Если Главный Судья Вызывается На корт Потому что Оба Игрока Не Довольны И хотят Изменения Скорости Волана Главный Судья Сначала Должен Поговорить С судьей Сверить Со своими Наблюдениями И Если Необходимо Принять Решение О загибании Волана Если Нет Воланов Правильной Скорости Главный Судья Должен Вести Учет Расхода Воланов Своевременно Объявить О записи На парные Игры Следить За Своевременным Заполнением Таблиц На Информационном Стенде При Набрушении Тренерами Представителями Кодекса Поведения Главный Судья Имеет Право Удалить Тренера С игрового Поля На Оставшуюся Часть Матча Тура Или Дня В зависимости От Тяжести Нарушения В случае Повторных Или Серьезных Нарушений Главный Судья Может Удалить Тренера Или Руководителя Команды На Всю Оставшуюся Часть Турнира Записи Об этом В отчете Оснований И составлении Представления В спортивно-дисциплинарную Комиссию Травмы Болезни Инциденты И Неспортивное Поведение При вызову Главного Судьи В случае Травмы Или болезни Главный Судья И врач Должны Немедленно Прийти На Корт Главный Судья Выясняет Судьей На Подаче Обстоятельства И он Должен Засечь Время Перерыва На Травму Может Главный Судья Разрешить Выход На Корт Тренера И врача Команды Если Таково Имеется Врач Быстро Определяет Тяжесть Травмы И Целесообразность Игроку Продолжить Игру Если Травма Не тяжелая Врач Может Применить Быстрое Лечение Такое Как Кровоостанавливающее Или Заморозку Но Никакое Тудаемкое Лечение На Корте Не допускается Во время Игры Лечение Может Быть Продолжено Во время Двухминутного Перерыва С выходом Игрока К Врачу Для Применения Заморозки По Новым Правилам Врач Может быть Вызван Только Один Раз За Матч Решение О том Продолжать Игру Или Нет Остается Из-за Краком Однако Если Врач Считает Что Продолжение Игры Вредит Здоровью Игрока Главный Судья Должен Прекратить Участие Игрока В матч Главный Судья Должен Обеспечить Наличие Скорой Помощи Доставки Игрока В больницу А до Ее Прибытия Врач Турнира Может Оказывать Игроку Необходимую Первую Помощь Главный Судья Должен Разрешить Ситуацию С травмой Как можно Быстрее В течение Несколько Минут Чтобы игра Была Продолжена Либо Остановлена Главный Судья Может Потребовать Указать На потенциальную Дисквалификацию Игрока Если есть Подозрение На симуляцию Чтобы Восстановить Дыхание Или Дать себе Отдых Инциденты И неспортивное Поведение Главный Судья Должен быть Вызван На корт Или При необходимости Может выйти На корт Во время матча Без вызова Судьи На вышке И вмешаться По своей Собственной Инициативе В случае Вопиющего Или иного Поступка Повлекшего За собой Назначение Красной Карточки Выйдя на корт Главный Судья Сначала Выясняет Ситуацию Судьей На вышке И при необходимости Судьей На подаче После чего Обращается К игрокам При необходимости И принимает Решение Если Если Главный Судья Принимает Решение Дисквалифицировать Игрока Он Дисквалифицируется На весь Турнир И оформляется Представление Спортивно-дисциплинарный Комитет Партнер Игрока В парном Разряде Может продолжить Участие В других Разрядах Турнира Главный Судья Должен Разрешить Конфликтную Ситуацию Как можно Быстрее Четко И кратко И убедительно Объяснить Свои решения Судье И игрокам Никаких Дальнейших Объяснений Не проводится Финальная Стадия Турнира Наилучшим Вариантом Является Тот Когда Полуфиналы И финалы Проводятся В отдельные Дни Этим Обеспечивается Полноценный Отдых Спортсменов Перед Предстоящими Играми Острота И напряженность Осязания И наибольшая Привлекательность Предстоящих Игр Однако Если Это невозможно Полуфинальные Игры Проводятся В день Четверть Менее трех часов Поскольку Количество Кортов Перед Проведением Полуфиналов И финалов Сокращается Цель Такой Реконструкции Игровых полей Должна Заключаться В том Что Обеспечить Выход Удобство Выхода Спортсменов И судей На корт Чтобы Игры Не мешали Друг другу И привлекательность Для зрителей И телевидения Накануне Проведения Полуфиналов И финалов Главный судья Должен Совместно С секретариатом Определить Порядок Игр с Учетом Запроса Руководителей Региона И телевидения С участием Игроков Хозяев Турнира Как правило Если есть Представители Администрации Города Района Они просят Чтобы игры С участием Спортсменов Проводящие Местные Организации Проводились Первыми Должно Быть обеспечено Минимум перерывов В связи с участием Спортсменов В различных Разрядах Необходимо Назначить Судей На вышке Подать С учетом Их опыта И нейтралитета Судейства Назначить Судей На линии С учетом Качества Работы В предыдущие Дни Необходимо Согласовать Место И порядок Выхода Судей И игроков Согласовать С радистом Музыкальное Сопровождение Выхода И паузы Для объявления И порядок Предоставления Спортсменов И судей Необходимо Согласовать С организаторами План Проведения Церемонии Награждения Либо после Каждого Финала Или же После Окончания Всех Финалов И кто Проводит Награждение Ежедневно Главный Судья Покидает Зал После Ухода Из Душевой Последнего Игрока Командные Турниры Командные Турниры Обычно Регулируются Конкретными Положениями На каждый Командный Турнир Которые Положение Должно Содержать Численный Состав Команды Порядок Расстановки Участников На конкретный Матч Принцип Жеребьевки Команд Право Указано В положении Если Процесс Принятия Решения О порядке Игр Не задан В положении То Главный Судья Сам Принимает Решение О порядке Игр Таким Образом Чтобы Один Игрок Не играл В двух Матчах Подряд И чтобы Игроки Играющие Как одиночные Так и Мужские И женские Пары Сначала Играли Одиночные Встречи Любой Игрок Играющий В нескольких Матчах Встречи До первого Матча Встречи Главный Судья Может Разрешить Замену Игрока Который По мнению Тренеров Или Главного Судьи Не может Играть По болезни Травме Или Другой Причине И только В том Случае Разрешается Замена Если Игрок Или Пара Замены Имеют Более Низкое Занимает Более Низкое Место По рейтингу Чем Игрок Или Пара Которые Заменяются Замещенный Игрок Не принимает Участие В этом Матче Но Может Сыграть В Более Поздних Матчах Общие Рекомендации Главному Судье Главный Судья Может Делегировать Обязанности Своим Заместителем Однако Конечная Ответственность Остается За главным Судьей Решение Заместителя Рассматривается Как решение Главного Судьи Обжалование Такого Решения У главного Судьи Не Подается Вопросы И жалобы Я уже Подчеркивал Что главный Судья Должен быть Доступен Для тренеров Представителей Команд Чтобы они Могли выдвигать Свои вопросы Комментарии И жалобы Когда тренер Представитель Или игрок Приходит К главному Судье Главный Судья Должен Внимательно Выслушать Дело И выдвинутые Аргументы Задать Вопросы Чтобы полностью Прояснить Дело Убедиться Что все Факты Хорошо Поняты Должен Осмотреть Важность И срочность Решения И о том Должен ли Главный Судья Решать Этот вопрос Или Он должен Быть передан В другое Место Необходимо Найти Время Чтобы Обдумать Вопрос Проконсультироваться Соответствующими Документами Инструкциями И правилами И принять Решение Как можно Скорее Но только Когда Полностью Готов Довести Решение До лица Или лица Возбудивших Вопрос И убедиться Что оно Хорошо Понято Если Вы допустили Ошибку Признайте Ее Исправьте И принесите Извинения В целях Сведения К минимуму Числа Жалоб Главный Судья Должен Постоянно Контролировать Игры И обстановку В зале И стараться Предвидеть И предупреждать Потенциальные Проблемы И принимать Упреждающие Меры Не допуская Конфликтов Главный Судья Также должен Нимательно Сидеть За игрой На корте А также За зрителями Имея ввиду Что договорной Матч Может потенциально Произойти И в случае Обнаружения Подозрительных Незамедлительно Принять Соответствующие Меры Средства Массовой Информации Играют Важную роль В представлении Любого Турнира И главный Судья Должен Оказывать Помощь В обеспечении Условий Работы Журналистов Фотографов И телекорреспондентов Телеперсонала Не ставя Однако Под угрозу Здоровье И безопасность Игроков Условия Работы Судей И условия Игры Главный Судья Должен Быть Всегда Доступен Для журналистов И находить Время Для общения С ними После Окончания Турнира Главный Судья Составляет И Подписывает Отчет О турнире По принятой Форме Вот Собственно Все Что я Хотел Доложить По Работе Главного Судьи 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 Судьи